Проблемы экологии не менее актуальны в Украине, где реки традиционно выполняют функцию канализации, как, например, пруд в Прикарпатье. Здесь тебе и дохлая рыба, и запрет на купание. Почему контролирующие органы никак не могут повлиять на ситуацию, выясняли наши корреспонденты. Мы набрали воды, речки пруд, и в неозбройном окне мы видим, какая-то вода каламутная. И тут микробиум, не знаю, миллионы. Житель села Мамаевцы Виктор Савчук живет у реки, но уже несколько лет в воду ни ногой. Кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы в пруте санэпидемологи находят регулярно. Согласно их данным, речная вода содержит множество вредных химических веществ. Рыба в речке пруд на меже сникнения. Купаться в речке опасно, подтверждают эксперты. Станом на сегодня мы имеем по трём показникам негативные анализы. Тобто, это уже для нас сигнал диеты. А это уже Ивано-Франковская область. Именно здесь пруд берёт своё начало. Но горный родник уже давно превратился в канализационный сток. Частные предприятия, фирмы, базы отдыха сбрасывают в реку нечистоты. У меня есть следственный орган. Я не могу сказать, что это сделала та или другая садиба. Но, однако, проследковывается в пробах воды, что есть дом в мешке неочищенных стоков. Частных усадеб и различных забегаловок в одной только Яремче сотни. И почти возле каждого заведения такие отводные трубы. Но люди уверяют, они для дождевой воды. Что на самом деле сбрасывают в реку нечистоты или дождевую воду, в экологической инспекции ответить не могут. Эксперты уверены, с такими темпами загрязнения уже через несколько лет пруд, как и многие другие Карпатские реки, может превратиться в канализационный коллектор. Александр Васильченко, Ольга Паломарюк, Жанна Дучак, Игорь Рига, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok